В Тверской области увеличиваются объемы глубокой переработки древесины и доходы от деятельности лесного комплекса. Перспективы развития лесопромышленного комплекса Тверской области до 2022 года были в центре внимания регионального кабинета министров. Все подробности в первом материале выпуска. Тверская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по площади лесов на территории. Это не много, не мало 4 миллиона 800 тысяч гектаров. Поэтому для Верхневолжья лес один из важнейших природных ресурсов. Учеркнул глава региона, начав совещание с Кабмином. В последние годы был принят ряд системных мер по развитию лесохозяйственного комплекса. Сегодня на нашей территории реализуются крупные инвестиционные проекты. Увеличивается объем выпуска продукции глубокой переработки. Возросли доходы областного бюджета от деятельности лесопромышленного комплекса. Общий объем сборов, включая отчисления по зарплате, по всем направлениям, в 2019 году составил 1 миллиард 400 миллионов рублей. До этого в 2016 году у нас было 756 миллионов рублей. Верхневолжья работа по развитию лесного комплекса ведется в рамках национального проекта «Экология». Цель регионального проекта – сохранение лесов, обеспечение к 2024 году, баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%. В регионе за прошедшие 4 года увеличены объемы лесовосстановления. Если в 2016 оно было проведено на 14 тысячах гектаров, то в 2019 на 18 в планах на ближайшие 3 года довести эту цифру до 18,5 тысяч гектаров. Все последние годы Тверская область попадает в трех лучших субъектов Российской Федерации, которые вдобавок ко всему, начиная с прошлого года, по решению правительства получают стимулирующие выплаты. Глава региона обозначил основные задачи в лесопромышленном комплексе Тверской области. Повышение эффективности использования заготавливаемой древесины на территории Тверского региона – это переработка, как мы и говорили, создание производств и минимизация вывоза из региона необработанной древесины. Говоря об этом, то в регионе увеличиваются объемы глубокой переработки древесины. Если в 2016 году эта цифра составляла 1,7 миллионов кубометров, то в 2019-м уже 2,4 миллиона. Предполагается ежегодно наращивать этот показатель не менее чем на 130 тысяч кубометров. Сегодня в регионе реализовано два крупных инвестиционных проекта компании «Стот» – 26 миллиардов рублей инвестиций и «Вашневолодского ЛПХ» – 356. Реализуются еще два – «Лагуна» Весегонска – 800 миллионов рублей и предприятие «Дискавери Пена» с вложением порядка 500 миллионов рублей. Последний инвестор строит завод по производству деревянных панелей. Новая сейчас технология, так называемая зеленая экономика, которая позволяет возвратить Дамаску до 20 этажей. Это продукты с высокой добавленной стоимостью. Это позволит не только осваивать собственную глубокую деревообработку, вот расчетную сосеку, но также и работать на покупном сырье. И погодные условия, можно сказать, нивелировать. То есть, если мы не можем свой издостать, мы можем купить в соседней области. Подобные проекты уже специализованы в Лондоне, Амстердаме и Германии. Это второй проект в России. Все архитектурные бюро выразили большую заинтересованность. Также, по мнению губернатора, необходимо повышать инвестиционную привлекательность лесного комплекса, сокращая число теневых производств. При этом важно поддерживать высокий уровень лесовосстановления, добиться существенного снижения количества незаконных рубок и обеспечить создание системы мониторинга происхождения и перемещения древесины Верхневолжья. Важно, к тому же, эффективно управлять лесным комплексом. Лесоустройству наш регион уделяет должное внимание, констатируют эксперты. Морская область достаточно сильно уделяет этому внимание. Так вот, за прошедшие три года силами нашего учреждения проведены работы по таксации лесов на площади более 2 миллионов гектаров, что позволило увеличить долю активных материалов, актуальных материалов лесоустройства до 10 лет на площади более 17%. Губернатор поставил задачу усилить госнадзор за лесами. По информации регионального Минсельхоза, с государственными корпорациями Роскосмос и Ростех прорабатывается вопрос о внедрении информационной системы мониторинга перемещения древесины через спутниковые системы. В настоящее время также ведется активная работа по передаче в лесной фонд неиспользуемых земель, покрытых лесами. В прошлом году их передано почти 5 тысяч гектаров. В планах на этот год пополнить фонд на 66 тысяч.